Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Мы говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина. Несмотря на то, что Украина живет в целом спокойно, приближается к Дню Независимости. Люди готовятся отвезти детей в школу. Каждый день в зоне проведения антитеррористической операции гибнут люди. К сожалению, мы приближаемся к превышению порога смертности, который уже был обозначен в прошлом году, в августе 2015 года. Об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Александр Попов, командир боевой машины 81-й аэромобильной бригады. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Саша, как давно вы были в зоне проведения антитеррористической операции? Я был там до 16 апреля этого года. После демобилизации уже вернулся в родную Одессу. Когда вы оставляли свой боевой пост, как вы оцениваете ситуацию? Она была стабильная, критичная? Ситуация была тяжелая. Очень много было раненых. Очень много было раненых на промзоне. Мы там усилили 90-й батальон, наш боевой батальон в составе. Я со своими побратимами усиливали участок на направлении Ясиноватовского блокпоста. Что вам сказать? Ситуация была контролируемая. Ребята держались и держались очень крепко. Мы выполняли свою задачу очень достойно. И вывод? На то время было тяжело, но мы справлялись. С потерями мы справлялись. Та информация, которая появляется сегодня, что значительно пошло обострение в зоне проведения антитеррористической операции. Вот буквально сегодня появилась информация о том, что обстреляли станицу Луганскую. То есть вы следите за этой ситуацией, за тем, что происходит? Как вы расцениваете это обострение? Дело в том, что война не заканчивается ни на один день. Обострения идут каждый день на том или ином участке фронта. Просто горячих точек мы видим по телевидению очень немного. И там, и там очень горячо. То есть независимо, это Мариупольское направление, Донецкое или Луганское, везде есть контакты. И людям тяжело. Тяжело им выполнять свою работу. Поэтому война без потерь. Это не война. На войне каждый день гибнут и умирают, и есть раненые. Поэтому мы говорим о том, что наши вооруженные силы уже два года все сильнее и сильнее становятся с каждым днем. Но им нужна поддержка. Им нужна новая техника, как минимум. Сейчас мы поговорим о финансировании и о том, что действительно нужно, прежде всего, бойцам ВСУ. К нам на телефонной связи присоединился журналист Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, сегодня мы говорим о том, что, к сожалению, мы приближаемся к катастрофическим цифрам потерь и раненых как среди мирного населения, так и среди бойцов вооруженных сил Украины. Что можете прокомментировать по этому поводу? Я на самом деле не вижу катастрофических потерь. Я вижу те потери, которые бывают при том характере боевых действий и том состоянии, в том состоянии сейчас армии, в каком она у нас находится. Говоря о катастрофических потерях, я имею в виду возможное превышение данных 2015 года по июлю-августу месяцу. Я не вижу. Там, возможно, есть превышение, но оно не очень большое. Дело в том, что изменился характер боевых действий, наши воины навязывают противнику инициативу, действуют более гораздо активнее, чем в 2015 году. Бои стали контактными. В серой зоне практически осталось очень небольшое количество, скажем, может быть, даже практически вообще уже не осталось, не занятых пустот. Пустот идет плотные контактные бои в местах, в целом ряде мест, в том числе вот Диавдеевская промзона, о которой я слышал говорилось. Поэтому, естественно, при контактном бое потери возрастают. Но, скажем, это война и это абсолютно, скажем, для того характера боевых действий потери, к сожалению, так невозможно... Потери никогда не бывают оправданы. Нет ни одной потери, которая могла бы быть приемлемой для нас. Но это неизбежно. Альтернативой, чтобы потери отсутствовали, это значит, нужно отдать значительное количество украинской земли. Вот, просто отступить, и потом непонятно, до какого момента ты будешь отступать. Юрий, я не знаю, есть ли у вас информация. Вот мне довелось буквально на прошлой неделе пообщаться с украинцами, которые вынуждены проживают на территории не подконтрольной Украине. Речь идет о Луганской, так называемой, Народной Республике. И вот местные говорят, что последний месяц значительно больше стало заходить техники со стороны Российской Федерации. Так ли это? Есть ли у вас такая информация? Нет. Чего-то аномального по заходу техники не надмещается. Это какие-то чисто субъективные оценки, которые... Она заходит в штатном режиме? Заходит в штатном режиме, Россия перебрасывает туда на ротацию подразделения. Она как заходит, так и выходит. Значительное количество техники складируется. Экипажей у противника не хватает. То есть проблемы с комплектованием численности личного состава у российских оккупационных войск очень большие. Даже более серьезные значительно, чем у украинской армии. Поэтому они нагоняют туда технику на случай, например, вероятного активизации боевых действий. Тогда им не нужно будет эту технику подгонять со складов в России. Она будет прямо там сразу со складов поставляться для восполнения потерь и мобилизации, переброски личного состава прямо на месте. То есть им уже не нужно будет гонять через границу воинские части. А у них уже будет какой-то комплект вооружения прямо там. Юрий, с чьей стороны может быть активизация боевых действий? Активизация боевых действий, как и война, она развязана, спровоцирована и Российской Федерацией однозначно. Мы, к сожалению, вынуждены действовать активно по той причине, что на войне, на такой серьезной войне, как идет сейчас на Донбассе, никакой другой вид боевых действий, кроме как активная оборона, он невозможен. Вот. И мы можем... Спасения могут прекратиться только в том случае, если Россия выполнит условия минских соглашений. То есть прекратит наращивать вооружение, перебрасывать вооружение в зону боевых действий через границу, прекратить обстрелы. Вот. Потому что здесь противник, конечно, по количеству боеприпасов нас неизменимо превосходит. И, естественно, все рычаги эскалации конфликта, эскалации войны в руках Российской Федерации. Путин должен прекратить агрессию. Только это остановит войну. Юрий, есть ли опасения, что агрессия пойдет дальше, за пределы Донбасса? Пока таких предпосылок нет. То есть с 12 по 15 августа противник провел мобилизационные мероприятия демонстративные, подготовку к большой войне, мобилизацию войск Южного военного округа Российской Федерации. Была приведена переброска техники в Крым вдоль границ с Украиной. Но это не сопровождалось созданием каких-то крупных ударных группировок. То есть военная активность и подготовка к какому-то большому наступлению, развертывание ударных группировок, этого на данный момент не фиксируется. Поэтому Путин демонстрирует, что он готов к большой войне, но он не делает пока, скажем, конкретных мобилизационных мероприятий, не перебрасывает войска, не строит ударные группировки, чтобы можно было говорить, что какие-то последуют в ближайшее время. Немедленные действия. Я давал прогноз, я не считаю, что в августе будут какие-либо... Что втражение, в принципе, возможно в августе. То есть это вопрос не одного дня и даже не одной недели. И это хорошо заметно, и можно просчитать. И наша разведка достаточно серьезное внимание уделяет контролю действий противника. Юрий, благодарю вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Всего вам доброго. Напомню, у нас на телефонной связи был журналист Юрий Бутусов. Мы возвращаемся в студию к Александру Попову. Александр, командир боевой машины, что вы можете сказать, были ли у вас прямые столкновения, как он сейчас Юрий говорил, контактные бои, уже не какие-то стратегические обстрелы из тяжелого вооружения, а контактные бои были ли у вас? И что вы можете сказать о степени подготовки и о составе противостоящих сил? Могу сказать следующее, что каждый вечер идут массовые обстрелы, миномет работает. Работает АГС. То есть работают очень грамотно, работают подготовленные люди, которые знают эти позиции. Они уже укоренились там. И корректировщики, то есть война артиллерии. И работа их артиллерии очень довольно-таки на высоком уровне, я их оценю. Потому что люди уже имеют очень достаточно большой и систематический опыт. Настрел. Настрел, да, очень большой настрел. Второе, мы попадали тоже под такой, то есть четко залетел в АКО ПГС, ранил моего напарника Сережу Гончарянко, который сейчас в третьем полку спецназа работает. Привет ему. И люди знают, как работать, чем работать. То есть выполняют свою работу на отлично. Я бы их оценил очень на высоком уровне. Дальше. Степень подготовки. У них есть тиры, у них есть учебные полигоны, где они проходят боевую работу, боевые стрельбы с боевыми патронами. То есть быка не жалеют. Не жалеют они. И уровень дисциплины, я скажу, что хватает как бы и аватаров, может быть, у них. Но то, что я слышал, что в ЛНР или в ДНР за пьянство у них прострелят руку или ногу. Таких людей называют роботами. Чего у нас, допустим, никогда не бывает в ВСУ. У нас есть проблема с пьянством? У нас очень большая проблема. Это бич нашей армии. То есть проблема дисциплины. За отношение, насколько велика эта проблема? Номер один. Номер один. Дальше. Дальше как бы о степени подготовки. Каждый должен делать свою работу. Боевые подразделения должны заниматься боевой работой. Подразделения обеспечения должны заниматься своей работой. Были ли у вас прямые контакты? Прямой контакт. Значит, на том участке лично у меня был один боевой контакт. Я работал не с боевой машины, я работал с установки ФАГОТ. ФАГОТ, это 35-40 лет, как бы, сами понимаете, что мы боевым оружием, как бы, позапрошлого века, это так, в кавычках, все оружие устарело, БК устарело, его нужно где-то отработать. Донбасс – это огромный полигон для наших складов. То есть ракета пролетела 200 метров, врезалась тополь, как бы, был обрыв. Очень много обрывов по нашим 111-м ракетам. Очень много. Имеется в виду проблемы ракеты, за которые разматывается... Да, да, тонкий-тонкий-тонкий проводок. Ракета набирает сначала полтора метрового радиуса, она входит по спирали, входит на свою траекторию, уменьшается и потом уже ложится на траекторию. По форме вращения она выходит? Ей нужна дистанция, чтобы, да, ей нужна дистанция, чтобы выйти на свою траекторию. К сожалению, она не выходит на эту траекторию. Все дело в подготовке, да. То есть недавно был репортаж, что погиб боец с 59-й бригады, с 11-го батальона. Постоянно, если вы читаете Facebook, был обалденный у нас в рядах вооруженных сил противотанкист «Бульдог» или «Поздной Булька». Вот он погиб 20, мы недавно вот даже смотрели репортаж, 24-25-го лыбня погиб. У Чудака был опыт, ему порядка, наверное, 50 лет, у Чудака был опыт и афгана, и всю войну прошел. Попал под 152-мм снаряд, может быть, за ним охотились. Но таких единиц, людей, у которых там по 200-300 выстрелов, у них есть огромный опыт управления этими ракетами. И таких специалистов очень-очень мало, их единицы. Может быть, в каждом батальоне, в каждой роте РВП они на вес золота, но они есть. И они могут поражать сепарские танки просто. Но таких людей единицы. Если у нас их будет вот так, то мы будем непобедимы. Александр, то, что сейчас происходит на Донбассе, это АТО или война все-таки? Это большая война. Это большая война за нашу жизнь. Просто так вот, за нашу жизнь, за... Будет ли Украина или будет другая страна? Будет Украина без Крыма, без Донбасса, либо она будет с ними. То есть война – это люди. Война – это люди, за которых мы сражаемся. За души людей, за жизни людей, за судьбы людей. И хотелось бы, чтобы эти люди были свободны. В прямом и переносном смысле этого слова. Хотелось бы, чтобы у тех людей была земля, за которой мы сражаемся. И не только там участок 2х2, а просто тот участок, на котором они будут чувствовать себя в безопасности. Они будут чувствовать себя под дулом автомата или под дулом танка. Они должны понимать, что у них есть своя страна, своя семья, своя жизнь. И самое главное – своя свобода. За эти два года изменилось отношение местных? Неважно, находятся они на подконтрольной незаконным республиках или на подконтрольных территориях Украины. Изменилось ли отношение к украинской армии? Потому что было на самом начале достаточно много различных случаев, в том числе, когда и пытались травить местные, принося какие-то угощения украинской армии. Сейчас такие случаи есть? Наша бригада – 81-я. Она молодая, она прошла путь от формирования до больших боев и в аэропорту, и в Авдейской промзоне. И в Зайцево, и в Опытном, и в Водяном. То есть бригада прошла большой путь. Пункты дислокации бригады – это Дружковка, Константиновка, Краматорск. И вы знаете, разница между этими городами, так или иначе, это нельзя сказать, что это проукраинские города. Да, нельзя сказать. Но с каждым месяцем есть тенденция к тому, что… Ну, допустим, приведу маленький пример. В Дружковке проблем с питанием, как бы у нас вообще проблем с питанием в бригаде не было. Оставались части продуктов, допустим, вот у нас после выезда. Остались там ящики с печеньем, ящики со сгущенкой, мы отдали это в детский садик. То есть на простых, обычных примерах дети, детей не обманишь. Ты помогаешь им, ты помогаешь им просто потому, что у нас, мы это не съедаем. Мы помогаем им, и видишь улыбку детей, и ты понимаешь, что для детей это радость. Потому что они, может, даже не видят сгущенки, да, там, или там. То есть сладости в жизни, они как бы простые. И помогая детям, тогда ты будешь чувствовать отношения их родителей, а может даже очень много сирот, или тех в детском садике, детей, которые не видят ни папу, может даже не маму. Очень большая проблема этой войны, что дети-сироты остались без внимания. И отношение изменится только с поколением. Оно не изменится за один год, за два года. Оно не изменится. Достаточно сильная пропаганда велась в эти годы. Это огромная проблема нашего общества. Брошенные люди, да, вот такие вот как бы обездоленные судьбы. Сколько пенсионеров? То есть сейчас пропасть. В этом плане, в социальном, огромный кусок работы, который запущен. Запущен, то есть запущен в каком? То есть не сделанный, да, который предстоит еще нам всем пройти через этот этап. И огромная, огромная, огромная такая вот задача нашего общества не потерять хорошие качества. Хорошее качество, то есть не уйти в самих себя, как бы, а помогать им. Помогать и тянуть их как можем. Как можем помогать. Тогда будет изменение, тогда будет победа. Сейчас очень много говорят о седьмой волне мобилизации. Первые волны они сопровождались большим числом добровольцев. С каждой волной их становилось все меньше, 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 меньше. Но как вы считаете, с чем связана эта тенденция? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, вот седьмая волна мобилизации, она нужна? Мое личное мнение, седьмая волна не нужна. По двум причинам. Первая причина, не нужно набирать людей, которые не имеют желания служить. Ведь тенденция, с каждой следующей волной число добровольцев было все меньше, меньше, меньше. Если в моей четвертой, допустим, с Одессы у нас было 35 добровольцев, в этой партии всего, допустим, по Житомиру в нашем учебном центре, в моем батальоне было 650 человек, наверное, 80% или до 90% было добровольцев. Практически все. С каждой следующей волной число добровольцев как бы все меньше и меньше. Добровольцев, которые деморизованы, они возвращаются обратно? Да, да. Вернулись мои друзья, которые тоже пошли. Вот в моей батарее было 35 человек. Вот уже то, что я знаю, уже 5 человек, они на контракте. В третьем полку, в Измаиле. И непосредственно в бригаде остались люди служить на контракт. Подписывают контракты либо на 6 месяцев, либо до окончания АТО. Вот сейчас буквально получилось СМС, что сейчас есть контракт и на 3 месяца. То есть министерство делает все возможные и невозможные от него действия, чтобы так или иначе привлечь людей на служить. Например, у меня супруга из Гайсена, там 59-я бригада. Раньше там был авиационно-ремонтный завод, если не ошибаюсь, один не летающий самолет на весь Гайсон. И там сейчас молодежь активно и пошла на контракт. Девушки вашего возраста, моложе вашего возраста, еще моложе вашего возраста. Все идут как бы служить. Поэтому что людей это социальный тот пакет, который сейчас есть, минимальный. В Гайсене там средняя зарплата может быть полторы-вы тысячи, если есть. То есть все-таки не чувство последовательности, мало возможно заработка. Это круто, да. Для Гайсена, поэтому девчонки идут служить. И очень много, как говорит моя теща, рябит в глазах, когда открывается КПП и выходят все молодые люди. Очень много, очень много молодежи идет служить. Очень много. Это хороший плюс. Давайте подведем немного статистический итог того, что происходит сейчас. Мы подготовили материал об жертвах этого конфликта. Давайте посмотрим сейчас его. Давайте. ВОН бьют тревогу. По их информации, за все время проведения антитеррористической операции погибли почти 10 тысяч человек. Ранены более 20 тысяч. Среди них 2 тысячи мирного населения. За лето 2016 года погибло такое же количество людей, как и в августе 2015 года, во время пика боевых действий. Большинство получили осколочные ранения, несовместимы с жизнью. По данным специалистов, такая ситуация происходит из-за того, что ни украинские военные, ни диверсанты не предпринимают мер для защиты гражданских. В то же время в генпрокуратуре говорят о том, что не собираются рассказывать, сколько военных погибло и сообщать о причинах их смерти. Мы видим, что достаточно много мирных жителей в последнее время гибнет. Чтобы подвести черту, на ваш взгляд, почему опять у нас увеличивается число жертв среди мирного населения? Очень хороший вопрос. Число жертв. Давайте на конкретных примерах. Вот Зайцево. В Зайцево, на той улице, которая примыкала непосредственно к тем или иным боевым опорным пунктам, я не встречал местных жителей. Я не встречал. В Авдеевской промзоне я не встречал местных жителей. Километр, два, три, может быть, они где-то и появлялись. Дальше в городе жизнь кипела. То есть, Украина же, она как бы у нас такая вот маленькая на ладонях. Вот здесь может идти война, а здесь уже люди во всю как бы жить жизнью, а здесь идут свадьбы и как бы празднуют корпоративы. Так оно и здесь. Есть большая Украина, есть очень маленькая, которая воюет. У нас две Украины. И очень плохо, что у нас как бы не воюет весь народ. Ведь можно победить армию, но никогда невозможно победить нацию. Если нация станет общим фронтом, мы будем непобедимы. Вопрос по мирным жителям. Мирные жители, как это ни прискорбно, они, наверное, будут и дальше гибнуть. Масштаб трагедии, мы должны понимать. Если это единицы, может быть, это в своем точке зрения и нормально. Если это десятки и сотни, это ненормально. Почему так происходит? По разным причинам. Ну, есть такая песня хорошая. Артиллерия стреляет по своим. Бывают и корректировщики, бывает и... Мы же воюем не самой совершенной техникой. Ошибки людей и ошибки техники – это та работа, которую... Вы понимаете, я почему говорю о профессионалах? Есть люди, которые выполняют свою работу изо дня в день на 120%. Есть люди, которые относятся к своей работе просто как к работе. И у них есть сбой. Они такие же живые. Они по 4-6 месяцев не вылазят с передовой. У них и стрессы, и звонки, как бы, и... Может быть, им надоел этот коллектив, эта обстановка, эти командиры... Ведь командиры, как бы... Психологически тяжело находятся. Психология, психология, да. Каждый день в стрессе, а человек ломается. Не в стрессе, а роль. Роль в том, что... Ты должен понимать, что ты заезжаешь на 90 дней, ты через 90 дней тебя поменяют. Если тебя не меняют 180 дней, то рано или поздно у человека наступает вопрос. Сколько я здесь... Когда это... Поменяют ли меня? Да. И поменять ли меня вообще, как бы... Может, я здесь останусь навсегда. У людей есть... Четкие понимания. То есть, ну, есть правила, да? Все по-честному. Давайте, как бы, придерживаться этих правил. А если правил нет, ну, наверное, на войне хороши абсолютно любые средства, да? То есть... Вот это вот... Наверное, вернулись к вашему вопросу. Почему будут жертвы? Потому что, так или иначе, это способ воздействия на нашу сторону. То есть, деморализация. Показать, что они сильнее. Показать, что этими жертвами они могут достичь своих целей. Показать нашей стороне, что... Мы будем вас убивать и будем продолжать это делать независимо ни на что. То есть, может быть, это ихнее качество. Качество нашего противника, который воюет абсолютно любыми средствами. Хочется верить, что все-таки появится конечная дата проведения антитеррористической операции. И не будут туров с открытой датой. Да, и жертвы все-таки у нас прекратятся. Я благодарю вас, что вы нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Благодарю за то, что пошли на Донбасс для того, чтобы в том числе защитить и Одессу. Зрителям напоминаю, что у нас в гостях был Александр Попов, командир боевой машины 81-й аэромобильной бригады. Мы прервемся на выпуск новостей. Наш коллега Евгений Салтан расскажет о том, что сейчас происходит в Одессе. После вернемся и продолжим вечер на Думской. Будем говорить об обострении ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова